Уважаемый Александр Евгеньевич, спасибо большое, что вы согласились приехать сюда, на Дальний Восток России, в строящийся объект, уже функционирующий наш новый космодром Восточный, увидели весь масштаб этих работ. И это символично, что именно 12 апреля, день космонавтики, мы с вами здесь вместе, потому что с этим днём, 12 апреля 1961 года, связано, конечно, очень многое в жизни бывшего Советского Союза, в нашей жизни, в жизни наших поколений. Это триумф нашего народа, связанный с выходом человека в космос, первый полёт человека в космическое пространство. И очень приятно, что сегодня в новых условиях мы с вами говорим о продолжении этого сотрудничества на тех заделах, которые были сделаны в прежние десятилетия, но основываясь уже на сегодняшних наработках, имея в виду и создание нового спутника, как высокоточного зондирования Земли, создание в будущем совместной работы по плазменным двигателям, которые можно использовать, это очень перспективная тема. Ну и, конечно, возведение самого космодрома. Мы нуждаемся в хороших строителях, компетентных и с хорошими технологическими возможностями. Благодаря вашим усилиям всё вот это в Беларуси не только сохранено, но и активно развивается, и может быть использовано для решения общих задач, которые, без всяких сомнений, пойдут на пользу развития наших экономик, высоких технологий в наших странах. Ну и, конечно, безусловно, воспользуемся этим случаем нашей встречи для того, чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с вами определили для дальнейшего строительства союзного государства. Здесь очень много чего предстоит сделать. Несмотря на так называемое внешнее давление, у нас отношения в сфере экономики развиваются успешно. Почти 40 миллиардов долларов оборотов, 38 с лишним миллиардов – это очень хороший показатель. Беларусь – одна из стран-лидеров по объему товарооборота с Россией. И больше того, даже в современных условиях, как раз в рамках этого внешнего давления, у нас возникают новые возможности для того, чтобы использовать все наши потенциальные возможности для поддержки друг друга, для обеспечения, безусловно, обеспечения нашего развития, в том числе и в таких высокотехнологичных отраслях, как космос. Но я уже не говорю про сельское хозяйство, про промышленность. Мы за последние годы очень многое сделали в развитии кооперации. Мы, по сути, открыли свой рынок для белорусских товаров. Это, на мой взгляд, очень хорошее подспорье для кооперации с обеих сторон. Я напомню и о нашем сотрудничестве в области энергетики. Здесь и атомная энергетика. Мы заканчиваем крупнейший объект в Беларуси. Это углеводород и газ, и нефть. Здесь есть над чем подумать, о чем поговорить. Это промышленность, не только сельхозтехника, но и многие другие направления, машиностроение, крупное машиностроение. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Владимир Владимирович, спасибо. Это, если кому-то кажется, что это рядовой какой-то такой визит двух президентов на этот объект. Если говорить с точки зрения Беларуси, это высочайшая степень доверия. Ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого не возите практически. И появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружеской, все равно это высочайшая степень доверия. С вашей стороны, со стороны России, а то, что вы предлагаете нам включиться в стройку, в эту гигантскую стройку, это самый высокий уровень доверия. Я знаю, что буквально недавно, согласно настоятельному вашему решению и предложению к депутатам, были сняты все ограничения для беларусов, для работы в Российской Федерации. Это очень сильный шаг. Наши люди очень хорошо это восприняли. Вы правильно сказали, в советские времена белорусская школа была маяком для строителей всего Советского Союза. Страна после войны была практически уничтожена, там ничего не осталось. Многое по тем современным технологиям пришлось восстанавливать. Не только простые какие-то там дома, жилье и прочее, но и промышленные крупные объекты. Мы это сохранили. У нас крупная компания есть частная и очень мощная государственная, тресты строительные, которые не просто строят под ключ с нуля, но имеют свои мощности по производству строительных материалов. Фундаментные блоки, панели там, балки, перекрытия, стотного настила и прочее. Когда-то работал на таком заводе, три года замдиректора, поэтому я на новом заводе. Поэтому я помню вот эту школу, мы ее сохранили. И, как оказалось, мы можем быть востребованы в том числе на таких гигантских стройках, как строительство космодрома «Восточный». Для меня это была легенда, потому что с первых дней, когда вы приняли решение строить, вы мне много рассказывали про это место, как выбирался космодром, место для строительства космодрома. Ну и вообще Дальний Восток, далекие, но нашинские отечества у нас одно. Хоть мы и живем в двух государствах, мы, в отличие от некоторых республик, сохранили вот это единство. И мы полны решимости упрочить это единство. Вы как-то отвечали сегодня на вопрос, ребят, которые вам задали, вот тот первый полет в космос, когда мы еще совсем с вами сопливыми были. Но мы радовались тогда. Мы видели, как наши родители, как весь народ ликовал, и нам было хорошо. А потом на этом учились, росли патриоты. Была совсем другая жизнь, она была не легче, чем сейчас, но какое-то вот воодушевление, единство было. Правильно вы сказали, надо расширять сюда технологический туризм, как вы его назвали. Тут есть что посмотреть, впечатлиться и потом расти патриотом, верить в свою страну. Я поймал себя на мысль, вы знаете, важно, что я приехал сюда, здесь не чувствуешь санкций. Вот ходишь и не чувствуешь. Все нашли. Да, все отечественно, люди работают, тысячи людей, тысячи людей на объекте заняты. Спасибо, что пригласили нас поучаствовать в этом строительстве. Мы обязательно примем ваше предложение, предложим вам интересные варианты. Мне очень приятно, что вы занимаетесь здесь и не только возведением этих небоскропов по 15-20 этажей, 10, но и малоэтажной застройки. Это для людей. Одно дело жить на 22 этаже, а другое дело в трехэтажном, двухэтажном домике жить. Эти люди этого заслуживают. Это хорошее ваше решение. Тоже можем предложить ряд вариантов в этом плане. Вы на белорусов можете рассчитывать. Спасибо вам большое. Знайте, что при любой ситуации, которая бы не складывалась, вы в этом убеждены, но и россияне должны быть убеждены, мы всегда будем рядом. Как бы ни складывалась обстановка. И не надо кому-то думать, что Россия такая огромная. Действительно, может, полдня надо лететь с одного края в другой край. Беларусь поменьше. Но дело ведь не в этом. Мал золотник да дорог. У нас есть что положить на чашу огромной России. Мы выстоим. Нам немножко времени надо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.